Тема докладна в сегодняшнем обсуждении, я надеюсь, это новая хронология в свете генетической теории. Говорится будет только об одном параметре, то есть о любых хромосомах. Мы все знаем, что у мальчиков у нас, что все хромосомы как бы парные, кроме одного. Все они парами устроены, что у мальчиков это набор XY, а у девочек XX. Это половая хромосома, несет она себе крайне мало генетического информации. Поэтому по фенотипу, то есть про то, как люди по-разному выглядят, фенотип ни в коем случае не определяет с этой хромосомой. Просто она некий макер. А почему она макер? Да потому что она всегда передается от отца. От отца к отцу, от отца к сыну, от сына к его сыну и так далее. То есть некий вариант, который, как у нас один раз когда-то возник, то он всегда по мальчикам, по мужской линии будет передаваться. Аналогично у женщины есть так называемая метахондриальная ДНК, если такое принятие метахондриальная Ева. Она состоит в том, что генетическая информация у нас сведоточена не только в клетке, не только в ядре. Но она сведоточена также отчасти и в метахондриях. Только метахондрия это то, что передается от матери ко всем ее детям. Соответственно у всех девочек будет метахондриальная ДНК одна и та же. То есть если здесь Y хромосома передавалась по мужской линии, то по женской линии будет передаваться метахондриальная ДНК. Это надо твердо условить. То есть смотри, а если от матери родился сын, а потом сын женился на другой женщине, и у них родился опять сын, то у них метахондриальная будет одинаковая ДНК? Нет, не будет. А как тогда будет? Потому что когда этот сын женится... То есть только по материнской линии начали? Если же сын женится на какой-то девочке, то у их детей будет метахондрия этой девочки. То есть только, иначе говоря, есть преемственность по мужской линии и есть преемственность по женской линии? Да. Преемственность по мужской линии определяется Y хромосомой, по женской линии определяется метахондриальная ДНК. Y хромосома просто транслируется один в один, да? Да. Y хромосома транслируется один в один. Как и метхондриальная ДНК. Метхондриальная ДНК тоже транслируется один в один. Это как бы очень важно. Она ни в коем случае, я повторяю еще раз, это тоже нам очень важно, не определяет внешний вид человека. Мы сегодня увидим много праздникных вещей, когда выяснится, что различные народы оказываются близки друг к другу, но выглядят совершенно иначе. Просто совсем. Она ни в коем случае не транслируется. Это не определяет. Но она есть некий маркер, по которому мы можем смотреть, кто от кого произошел, кто чей родственник. Именно об этом я сегодня буду рассказывать. В качестве испытуемого, потому что наш доклад имел некоторую связанность, я хочу посмотреть на новую хронологию Фоменко и проверить различные тезисы на соответствие популяционной генетической теории. То есть вот этому самому передачу эмиссии гений на Y-хромосоме. Но почему это делается? Когда один народ завоевывает рукой, то очевидно, что он делится в первую очередь Y-хромосомой с поверженным противником. Поэтому если один народ царствовал над другим, то как бы мы можем ожидать в подчиненном народе некое возрастание и преобладание хромосом народа-победителя. Но это неправда. Необязательно. Нет, это просто не обязательно. Почему? Это не обязательно. Но тем не менее, это часто такое бывает. Ну это часто бывает, но это просто не обязательно. И то есть мы эти... Просто этот вывод имеет как бы некий социальный... Ну давайте рассмотрим самый простейший случай, имеющий отношение к новых аналогии. Рассмотрим теорию монгольского завоевания. Что там происходит? Читается, что были такие монголы, жили на территории современной Монголии, пришли, сначала установили свое владычество над татарами по Волке, потом они стали татар-монголами и завоевали вплоть до Западной Европы. В том числе два века царствовали на Усии. Кроме того, было известно, что эти же люди завоевали, допустим, Китай. И там тоже долго царствовали, то есть целых три века. Что это означает? Это означает, что мы ищем в монгольском племени какие-то специфические их хромосомы. И теперь мы должны найти следы этих хромосом во всех подчиненных народах. Не обязательно их много. Мы должны просто найти их следы. Ну вот опять же, это из чего следует? Это следует только из того, что эти монголы почему-либо там общались с женщинами покоренных народов. Но это же не обязательно. Мы же сказали, что это не обязательно бывает. Мало ли, может, у них какое-то верование было, что они считали покоренные народы нечистыми, и общаться с их женщинами было нельзя. Ну это тоже проверим. Мы это сейчас проверим. Но на самом деле, для монголов, соответственно, специфическим является для этого глупого. Так называемые С и О. С — это чисто вангольская гаплогруппа. Позначается буквой С. Буква О в тот самый момент. Это, грубо говоря, гаплогруппа Юго-Восточной Азии. У нас есть китайские народы, например, живущие на острове Тайвань, у которых концентрация гаплогруппы О достигается... Даже вот гаплогруппа и Y-хромосомы, в чем разница? У нас есть в них как бы некоторые структурные единички. Мы их будем называть гаплогруппами. То есть это как бы какой-то... Структурные единички или маркеры там какие-то есть? Хромосомы, хромосомы. Как бы структурные единички. Мы будем их осматривать как маркеры и будем называть, как обозначать термином гаплогруппа. К каждому из них будет пристроена определенная буква. Любой в Википедии может скачать. Существует так называемое дерево хромосом. Y-хромосом. Считается, что есть некоторый Y-хромосомный адам. И от него все остальное произошло. Ну, например, как ни странно... Вот я на примере С и О скажу. Что С, а то находится на очень большом постоянном. О, то есть вот эти самые чистые китайцы, к нам, к русским, гораздо ближе, чем С монголы. Ну, вот слово ближе как бы поясни. Это же пространственные... Ближе это так. Вот у нас есть адам. Аналоги. Вот у тебя начинаются эти расходов... Они вот так расходиться начинают. Что такое видно? А, где-нибудь, что ты представляешь? Что? Да видно, как-то тебе плохо. Вот они начинаются расходиться. Вот как-то они вот так находятся. Вот здесь где-то торчит С. А здесь вот такое сложное дерево. Вот это вот такое вот дерево, оно как-то устроено. Тут есть расхождение. Тут все есть расхождение. И вот здесь, скажем, у нас вот это наше О находится. А здесь находится наше Р, Р1А, допустим. Р1А1. Это маркеры русских специфические. Р1А и Р1А1. Здесь есть ТР. То есть вот генеалогическое дерево рисуешь? Да. Ну, как бы, да. Из них генеалогическое. Здесь есть. А как определяется, что там расходимости эти есть? Это как-то доказывается там? Ну, считается, что да. Я не знаю, как это доказывается. Это надо уточнять. Я просто хочу сказать, что О, хотя считается, что люди принадлежат желтые расы, а С отличается гораздо больше по нынешней теории. То есть чисто монгольские гаплоглупа С, она очень лицается от О, но тоже далеко, но не очень далеко от нас, а С очень далеко. Я такие дальние штуки, потом буду пытаться показать, я их буду называть яниктами. Но нам важно, что у монголов, как бы, есть ли полностью доминируют в их игре хромосоме две гаплогруппы в статистике. Одна из них С, вторая из них О. Вот эти, они у нас главные двумя. У монголов, в этом смысле, у современных монголов, да. У современных монголов, да. У жителей монгольской республики, да. Да. Теперь мы берем... Но то, что татаро-монголскую империю пытаются с ними связать, это исторически даже понятно, что это глупо. Да, пытаемся здесь. Мы берем современных татар и ищем у них следы этих двух хомосом. Ну, если они там над ними были, грубо говоря, начальниками, может, они с узкими-то как со свиньями не вязались, а с татарами-то сколько угодно. Почему? Это же непонятно. Ну, а каким мы, каким образом? Предположение. Ну, даже сейчас есть, там, если братья-то как бы националистических черт, да, как бы, вот татары, они любят, что-то, допустим, их дети там общались с русскими женщинами. Русские не любят, чтобы общались с другими народами. Дело в том, что, допустим, раньше, когда, если говорить, что за Ивань сопровождалось, там, ну, скажем, взятием городов, понятно, что... и разграблением их. Понятно, что воины, так сказать, которые там прошли, черт знает сколько там километров... Ты, Саш, на войне был? Что? Ну, ты был на войне. Ты так рассказываешь, что вот на войне единственное, что хочется воюющему человеку, это как бы быстрее спариться. Нет, ты не... Как показывает война, никто там сексом не занимается. Там такой стресс, что ничего не надо тебе. И просто ничего не надо. Пробуйте войне, когда вещь идет о трех века, как бы... Это только просто, когда фильмы показывают, там, набегают, начинают там всех насилов. Такого не бывает. Ну, у нас что-то не бывает, да, это, конечно. Не, ну, когда, может быть, частные какие-то эпизоды там насилия, но на войне такого не было. А там не о войне. Короче, если эти монголы существовали, то они с татарами связаны, никак не были. Почему? Потому что у татаров, среди татар, у выкрек хомосомы по-ломжски, отсутствует как хомосома С, так и О. Ну, это может означать, что татары посчитали, что, как бы, эти монголы там ничем не достойны. Понимаешь, как бы, связываются с какими-то монголами грязными, не просто сняли, вот и все. Да как кто из них завоевал-то? Да не важно, кто кого завоевал, важно просто, как люди считают. И люди как считают, можно ли связываться с другим народом, или нельзя. Если заеватель пришел, кто тебя будет спрашивать, можно ли связываться сuity, он навязывает свою волю. Он, может быть, и навязывает свою волю, да, может быть, навязывает, но почему эта воля навязывается в сексуальных отношениях? В том числе и в сексуальных отношениях. Почему? Вот anal или объясни, почему? Вот, допустим, если я считаю, что другая нация грязная, Почему ты думаешь, что, тем не менее, я буду с ней связываться? Тот, кто завоевал. Почему решил, что она насилует жидкость? Я предполагаю, почему. Есть же другое просто объяснение, почему не получилось это. Понятно, но с вероятностью одна вторая, она рождает мальчика. Всегда войны за охватом сопровождались насилием. В том числе и сексуальным. Ну вот и понятно, это хочется всегда. Это не факт. Ну это вот не факт. Это по войнам современно. Ну конечно. Это не факт просто, понимаешь? Просто это не факт. Вот и все. Просто это не факт. А вы пытаетесь на том факте, что якобы всякое завоевание обязательно массово, причем насилием женщин, что право, я утверждаю, что ну а как? Ну а как? Ну для того, чтобы было заметно завоевание, оно должно быть массово. Да, может быть, вначале немного, а потом... Ну понятно, вначале немного, а потом лишь бы теория оправдалась. Понимаешь, что вот это... Ты не слушаешь. Я слушаю, я вам объясняю, это необязательно. Объясняй, почему не обязательно. Ну я тебе на это и говорю. То есть таким образом получается. Может быть так, а может и не. Которые господствовали три века. Три века над татарами не принесли в кровь татары, не в малейшего следа не оставили. Скорее всего, татары, наверное, то, что одним господствовали монголы, считали их недостойными. Поэтому. И они с ними с плечо к плечу попросились на Русь. И там тоже обошлась такая же ситуация. Русские женщины тоже посчитали монголов, вот этих грозных заболевателей, тоже недостойные само себя. И поэтому у русских тоже отсутствуют вот эти роби-глобов. Но ты вот знаешь, ты вот смеешься, а вот если вот брать кавказцев, то у них вообще, если бы вы насилили, то их просто убивают. Я расскажу по-кавказу. Просто убивают и все. Потом вас скажут. Ну или русские вот так были. Если там что-то происходило с монголами или с Татарином, то значит это монголам в этом смысле была очень тяжелая жизнь. То есть они много кого насиловали, быть может. Да они никого они не насиловали. Ну не насиловали. Это просто вообще сексуальная тема, это тема просто современности. Понимаешь, вот никому не дает спать это вот кто как там спарился. В немогленности это было не так существенно. Я о чем это повторяю? Влад, время в отношении между рабами и тем самым предполагали взаимное... Нет, конечно, ну конечно нет. Почему? Сексуальная. На лошади там всяких человек, даже рабов могли быть и человек. Сколько угодно было. Они рождали детей. Рождали детей от хозяина, да? Хозяин, да? Это на каждом шагу даже был. Нет, это, я говорю, было, то может это было, но это не предполагать просто. Нет, ну одним словом, я повторяю еще раз. Если монголы завоевали, завоевали Русь именно монголы... Люди просто не кошки. Понимаешь, то что он рассказывает, это вот, кстати, огромная армия котов каких-нибудь этих монгольских поискок. Да, действительно, начнется непонятно что. Ну ладно, давайте послушаем. Люди не коты просто, вот и все. Ну мы вас слушали с уважением относиться друг к другу. Давайте хорошо. Ну понятно, то есть если я говорю, что это монголы завоевали Русь, то никаких следов генетического материала не осталось. Для меня это является аргументом, я потому что считаю, что люди и кошки это одно и то же. Нет, ну ты приведи тогда другой момент, где кто-то кого-то завоевывал и остались следы. Тогда это будет аргументом. Ну вот ты приведи какой-нибудь пример обратный. Где кто-то кого-то вложил. Не, это важно. Это и есть доказательство, что есть завоевание, и пока и остается генетический материал. Вот допустим, вы считаете, согласно новой хронологии, что была захвачена Европа, да, там, с народами Восточной Европы. Ну вот, а генетический материал остался? Ну я расскажу потом, что. Я же буду двигаться по разным габлогрупам, сзади, вперед. Ну давай. Теперь, то есть я таким образом показываю, как из генетической теории, с моей скромной понимания, становится понятно, что никакого монгольского ига, ни над татарами, ни над русскими, ни над Богом. У новых аналогий есть прямо противоположная точка зрения. Считается, что была некая Орда, которая, в том числе, что для новых аналогий, что у русских установили свое господство над Дальним Востоком. В частности, над Кореей, над Японией, да, и над Китаем. Что именно то самое было. Значит, что это означает на партии? Кстати, на самом деле, я по-моему, это вопрос был. Там речь идет о, допустим, связывании Китая, с этими новых аналогий. Там речь идет о том, что пришла так называемая, что Маньчжурь, так называемая, Пега Орда. Да, примерно так называемая, где-то там в районе Восточной Сибири, Западной Сибири, там и все, прямури уже даже там. И, как бы, что там были русские, там были, это не говорится. То есть, там могли бы сборные, так сказать, такая солянка из всяких, так сказать, сибирских народов, там еще там кого-то. То есть, как бы, не утверждается, что это были русские. Ну, если, по крайней мере, не утверждается, по-моему, русских, я хочу сказать последующее, что русских там и следов нет. То есть, отсутствуют какие-то лициды вот этих наших гоплокоп Р1, то есть русских, которые Р1А, Р1А1, в крови китайцев вообще. То есть, никакого взаимодействия русского генетического материала, специфического, с китайцами, с их вот этой сонки. Их нет. Ниже никак не могу. Точно так же взглянем внимательно, если мы посмотрим на, где-то на японцев, у меня даже пабличка была выписана. Вот, и очень интересно посмотреть, кто такие японцы. Ну, японцы, как ни странно, оказывается, по генетическому вот этому коду, в первую очередь, это японцы, это китайцы. Японцы. Вот я написал. Это значит, О у них составляет порядка 55%. Кроме того, у них есть еще монгольская кровь, порядка 12%. Вот эта вот монгольская, которых нету половины, которые есть у монголов, но больше нету. И есть Д, так называемая гоплокопа, которая будет порядка 25%. Чем она интересна? У кого Д еще бывает? А у них на острове Хоккайдо живут, так называемый, айны, такой народ. Кто? Айны. Айны. Айны? Айны, да. Если их посмотреть по их, по генетическому материалу, то у них гоплокопа АНД занимает порядка 75%. Я, если посмотрим на это дело, у кого же еще есть такая гоплокопа, как у Айнов? Оказывается, что такие люди живут в Тибете, тибетцы. И также такие же люди живут по Примензии. Все, больше их нигде нет. Таких целей, я повторяю, это монгольская гоплокопа, как бы чисто. Хоккайдо, это самый северный остров? Да, это с большой, большой северный остров. Они вообще живут на всем этом. Они вообще по типу очень отличаются, и поэтому где-то то ли у Куренова, то ли у Фоменко была фотография вот этих людей, и понималось, что посмотрите, они ничем не отличаются от русских, по внешнему виду. Ну там фарфуки такие боевые специальные. Или у Игоря Куренова. На самом деле, если мы заглянем в гены, мы увидим, что с русскими они не имеют ничего общего. У японцев какая-то европровольная кровь, хотя то, что некоторые из них сильно похожи на, отсутствует. Это, в первую очередь, китайцы, с другой стороны, чуть-чуть это монгольская кровь, то есть две реликтовых. И Дэ, это Айни, то есть тибетцы. Тайные тибетцы, больше никого нет. Мы видим, что таким образом, что если Пега-Ирда там существовала, то она к русским не имела никакого отношения. Поэтому эта гипотеза о том, что монголы завоевали, вот именно подпочиняясь Москве или Тартайке, завоевали собой Дальний Восток, с генетической точки зрения, оказывается несостоятельной. В смысле, не то, что монголы завоевали, это оказывается несостоятельной, а то, что если они и завоевали, то это как бы были нерусские. Да. То это были нерусские, по крайней мере. Там, возможно, были свои завоеватели, но это были точно нерусские никаким образом. А где же у нас русские? С какие народы к ним всего ближе? Смотрим опять на наш генетический материал. Смотрим вот на эту нашу маркеры. R1, A и R1, A1. Они всегда идут в паре. Это очень гербрийских гаплогруппы, они всегда идут в паре. И, значит, мы определяем следующим образом. Они у русских составляют порядка 43%. Кроме того, у русских есть еще так называемая кровосома I. Она составляет порядка 16%. Вот. То есть вот такая вот есть. И в сумме не должно быть обязательно 100%. Да, понятно? Это не обязательно. Одно-другое не исключает. 43%. Это вот такой генетический маркер. Плюс еще и сильные следы этой финно-угорской группы. Можно посмотреть, сколько они там составляют. Я уже даже не помню. Вот. Теперь, значит, мы будем искать их следы у тех народов, у которых их достаточно много. И тут же мы обнаруживаем следующую речь. Вот на последнее время, например, казаки Северного Кавказа считают, что они являются самостоятельным народом. Казаки Северного Кавказа. Ответ. В случае с удовлетендесятых долей процента соотношение генетических гаплогрупп у них такое же, как у русских. Следовательно, они являются стопроцентными русскими. А есть ли народы, хочется сказать, в которых частота этих двуххомосом еще больше, чем у русских? Их очень много. То есть не русские являются стопроцентными русскими. Ну, в первую очередь, в каком мы в первую очередь вспоминаем? Вспоминаем мы о том, как вам Батька Лукашенко сказал, что Беларусь это русский со знаком качества. И вы знаете, с генетической точки зрения, это именно так оно дело и есть. Действительно, оказывается, что белорусы это русские со знаком качества. Для них вот это соотношение этих хромосом, оно составляет здесь 53% для этих, а здесь 48%. То есть это реально русские со знаком качества. У них частота этих гаплогрупп стачается чуть чаще, чем у нормальных русских. Украинцев не так. Украинцев и меньше. Украинцев, значит, порядка... Я, по-моему, даже не выписал эту штуку. Но у них, грубо говоря, вот эта паразитарная, как я потом буду показывать, и Аль-компонента, она составляет порядка 20%. А эти компоненты, они с меньше 40% порядка 35-36% составляют. То есть украинцы с этой точки зрения, они являются меньшими русскими, чем русские. К сожалению, я могу высказать эту гипотезу, было бы очень интересно посравнить отдельно западных и восточных украинцев. Я сильно подозреваю, что у прикарапатских народов, то есть у западной Украины, компонента Аль будет более развита. А у восточных, у них, я думаю, что компонента чисто русская будет стремиться к русской. То есть это вот так. Я не думаю, что это один народ. Но, к сожалению, эта генетическая информация здесь каким-то образом она отсутствует. У кого еще очень много этой гипотезы. С этой точки зрения, одним народом мы, например, являемся с поляками. Поляки это русские. С точки зрения вот этой вещи. У них частота по первой грамоте чуть меньше черно-русских. А по Р1А1 она там тоже составляет порядка 50%, она выше даже черно-русских. Ну, это все вещи очень простые. Я думаю, что никто не удивится, если я скажу, что чехи тоже близки к русским. Я думаю, что никто не удивится, если я скажу, что Рула Сорбы, то есть это немецкие славяне, у них частота этого составляет аж 65 где-то, порядка 60%. То они тоже русские как бы. Это славяне Германии со временем. Есть народ, которым тоже порядка 53% составляет эта хромосома. Это так называемые славянцы. Знаете, да, страну? Словения. Это бывшая часть Югославии. Это ее самая восточная, ой, самая западная и самая южная часть. Чем они интересны? Тем, что у них при этом вот эта самая хромосома Ай составляет порядка 40%. То есть не хромосома, а группа Ай составляет. То есть они ярко выраженный гибрид между двумя народами. Народом носителем компоненты Ай и народом носителем русской компоненты. Следующий факт. Это исторически то, что Словакия, кстати, гораздо меньше Чехии и Поляки. Они совсем, у них не много русских компонентов и так далее. Разумеется, мы очень хорошо понимаем в Европе, кто еще может быть нашим родственником. Нашим родственниками, безусловно, в этом смысле являются эстонцы, литовцы и латыши. А также наши северные народы, ну, в смысле и типа карелов. Карелы тоже являются нашими близкими родственниками. У них частота этих хромосом составляет порядка 20%. Это выявляет из наших родственников. Нет, я про что хочу сказать. Но рядом с этим мы имеем такую народность, как финны. И мы видим, что частота этой группы у них нигде не превышает 5%. То есть они с русскими совершенно не смешиваются. Поэтому есть большое подозрение, что достижение того, что латыши и турцы, особенно эстонцы, и карелы в последнее время имеют такую высокую частотность русских генов, это достижение советского периода. Притом карелы меньше всего. Они 20%, в то время как эстонцы порядка 40-45. В этом смысле эстонцы ничем не отличаются от русских. У них есть и собственная компонента, которая их уже пошла в ходе. Это то, что касается тривиальных результатов. Что же нетривиальным результатом является? Очень интересно посмотреть на такой народ, как евреи. Но мы же понимаем, кто такие евреи. Где нам нужно искать у них родственников? Родственников у них надо, наверное, искать на Ближнем Востоке. Ведь Палестина была там. Среди арабов, иорданцев, и ливанцев. В действительности ничего подобного. Как ни странно, оказывается, что с этой точки зрения евреи являются братским славянским народом. Частота у них каких-то каплогрупп составляет. Гитлерная перевернута сейчас. Да, ну вот такие идентичные методы. Ну, 34% и здесь, ну, 34%. Ну, что у евреи... 34%? Да, да. Ну, 34%. По 34%. По 34%. Ну, ты правильно напиши. Ну, хорошо. В одном стиле пиши уже. Вот, 34%. То у кого у меня было? У евреев 34%. Я напоминаю, что у русских здесь было порядка 43%. А евреи, это под евреями, это у кого? Под евреями понимается следующая вещь. Там указывается, это аштеназия, то есть это американские евреи, это европейские, ну, это российская часть, и самое главное, палестинские, и ливийские почему-то. Так они как бы все вместе, или... Все вместе, к сожалению. Поэтому мы у них обнаружили наличие компонентов Е. Порядка 20%. А что она такая? А это не гритянская компонента. Это Венея Бесал. Это средний поле поисовки. Е. Поэтому, если было бы на них очень интересно посмотреть, и этой компоненту очень много и орданцев. Если бы евреев на самом деле удалось бы поделить по частям, делать не общую выборку, а делить и палестинских, собственно, евреев, и ливийских евреев, от всех, от наших. Я бы не удивился, если бы у наших евреев эта компонента просто русского значения. Да? Русского значения. Не удивился бы. А негритянская компонент Е, которая у нас нигде не встречается, даже близко, ее бы и не было совсем. Негритянская Ешка. Это чисто у многих народов в Африке там сто процентов достигает Е вот это. Вот. Это неожиданный результат. Мы в самом деле вспомним, что евреи по генетике являются никакими там непришельцами из Азии или куда-то еще, а являются, судя по всему, сто процентно снарядским народом. Таким же братским народом, как белорусы, украинцы, или поляки. Ну понятно, что отношения с ними не очень складываются, но, простите меня, с поляками тоже отношения не очень складываются. Поляки, имея по генетическому материалу вообще стопроцентно русский характер, всяческим образом пытаются позиционировать себя от нечто от русских отличающихся. В принципе. Вот и евреи. Если вспомнишь их язык, на том, на котором мы не говорили, то это, видишь, это южно-германский язык. С каким образом они решили, что они должны жить в Палестине, что Палестина это та самая Палестина, которая сейчас, что они семитский народ, придумали себе новый язык, это совершенно непонятно. Таким образом с русскими произошло то, что вот это случилось. Но я повторяю, примерно то же самое произошло и с поляками. У них долгая вера, у них язык начал отличаться от нашего достаточно сильно, хотя по сути они являются всего лишь русскими. И ничем больше. Следующий удивительный результат, который мне тоже хочется подчеркнуть. Кто же еще? Вот мы получили один необычный результат. Второй необычный результат состоит, что очень много следов русских габлогрум, они находятся у таких народов, как таджики, киргизы, что-либо еще. Что немало удивительно, это советский период. Но если мы посмотрим на Пуштунов, это главное население Пакистана и Афганистана, педжабцев, штаб Педжаб, это там же находится, пакистанцы, мы увидим, что у них у всех очень высокое давление этой русской габлогруппы, Р1А и Р1А. Практически русская, очень близкая к ним. Следующий удивительный результат, про который я тоже хочу сказать, что на этом дело не останавливается. Мы встречаемся такой замечательной страной, как Индия. И в Индии мы обнаруживаем, что находятся в специальных, как бы говорится, 5К кастах. И все они генетически разные между собой. Это первое, это эти брахманы, то есть брахманины, наверное, их так, наверное, потом кшатрии, это потом вариши, потом шудри, потом неприкасаемые. Вот они. То есть я их обозначу буквами Б, потом, значит, кшатрии К, потом В, потом, значит, кто он, шудри, да, шудри, потом неприкасаемые. И мы начинаем писать в них частотность R1, A, R1, A1. Оказывается, что брахманы вот с такой вероятностью 0,3, 0,2, десяток, ну, 30%, да, 30% и 20%, оказывается, что 20% они являются носителями русской, вот эти русские, гаплогруппы, то есть русских маркеров. Кроме того, кто они еще? У них есть собственная гаплогруппа H, она составляет порядка 40%, наверное, все-таки мне десятку лучше получить, но это сделать, то есть точно так же. Если мы посмотрим на, то есть, брахманы, является высшей кастой, у них, ну, хотя брахманы так как бы должности нет. Кшатрии, это воины, служащие настоящими правоохранительных структур, оказывается, таким образом, что кшатрии вообще с генетической точки зрения от них очень сильно отличаются. У них есть гаплогруппа R2, которая, пожалуй, кроме как у них, кроме где в Непале и на острове Шри-Ланке нигде в природе не встречается. Так вот, это R2, они составляют 87%. Никаких русских вот этих, собственно, следов мы не обнаружили. Абсолютно ничего. Потом, значит, мы берем, грубо говоря, расу торговцев. Вот здесь у них дело посильнее, посильнее. Вот это шатрия, касту торговцев, современных торговцев и предпринимателей. Она составляет здесь 15% здесь по R2 и мы видим мощную русскую компоненту. 24%, естественно, 24%. Кроме того, у них, значит, есть и, собственно, автортомная индийская компонента, которая тоже составляет порядка 24%. Что мы видим? Мы видим, что у средней расы, касты торговцев, тоже очень сильно русский след. Но вот они вот шатрия на кем-то у нас связаны. Теперь простолюдины, так называемые шудры. Кто они такие? И здесь мы находим новость. У шудров сильное монгольское влияние. Помним мы эту, значит, компоненту С. Какую группу С. Кроме того, мы, значит, имеем собственное 29% и имеем русскую компоненту тоже по 29%. Вот так она идет. То есть они устроены таким образом. Мы видим, что здесь тоже достаточно русская компонента очень велика. Это я разбираю в настоящий момент кастовое устройство Индии. Показано, что там существует как бы опять некогда каст, и все метрогенетические материалы между собой очень сильно отличаются. Оказывается, что у верхушки самая большая русская компонента о брахманинов. То есть о верхушке. Дальше она уменьшает тихонько пропадать. Теперь неприкасаемые. Это люди, которые занимают... А как понять буквы Ш? Почему тут явно более 100%? Я говорю, что больше 100% сколько угодно. Не обязательно. А почему? А потому что они не взаимоисключающие. Они могут существовать наряду с другими. Так а с чего 29% от чего берут? От общей численности. Берешь людей и мельишь только у них компонента С. У тебя получается 29%. Есть люди, у которых одновременно есть С, А, 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 Я ошибаюсь. Это, прошу прощения, не цыгане, это в Европе, это у нас здесь на севере это и венки, это полинезийцы, ну, это несколько еще китайских народов. Мы видим их авторактонную современную их самостоятельную горлоглобу, которая чисто индийская, аж которая. 37%. мы видим кроме того, значит, мы, значит, пытаемся понять, есть ли у них русская кровь. Иясняется, что она менее 5%, то она там практически отсутствует. Что мы видим странным образом? Мы видим, что касты в Индии между собой очень слабо смешиваются, и они обладают различной формой генетического материала. Мы видим, что у верхушки больше всего русской крови, у них сильная русская компонента, а потом до самых низов она скатывается практически к нулю. Вот пример этой штуки. И это все можно обвести к естественной ассимиляции народа. Без всяких завоеваний. Раньше границы не так жесткие были фиксированы, как сейчас. И более того, народы не так жестко определяли сами себя, кому они принадлежат, а просто были какие-то агломерации людей. И естественным путем ассимиляции, путем движения отдельных семей или отдельных людей образовывались такие странные сочетания. А поскольку кастовость была заморожена в какой-то период, она сохранилась. И это совершенно никак не объясняется никаким образом завоеваниями, объясняется просто естественным путем. то есть можно сказать на основе твоего доклада до сих пор, что существовал как бы некий славянский народ, славянский народ, он был настолько многочисленный, что когда он расселялся по регионам, когда ему не хватало места, где-то есть какое-то место, условно говоря, в центре России, в центральной России, где исходно этот народ существовал, где он возник. поскольку видимо они так бурно развивались и когда они расселялись по окрестностям, когда они пытались пространство завоевать, ну не завоевать, а расширить свое пространство, вот они асимиливали с теми народами, с которыми жили. Это не связано с каким-то завоеванием, это связано с естественным распространением. именно почему-то допустим в той же Индии они казались на верхушке социальной. Куда они пошли, туда и смогли продвинуться. Почему они казались в числе руководящих каст? Ну казались, здесь руководящие касты одни, наверное, может быть, это может привести другие примеры, руководящие касты другие, но так получилось, что? После стечения обстоятельств, я понимаю. Ну значит, в общем, на территории здесь сложилась странная ситуация, что чем больше русской крови, тем выше... Опять же, ты вот русские слова употребляешь в каком-то национальном, соотнациональном технике. Надо говорить о некой гапологруппе. Поэтому в гапологруппе нету народа. Да, русские, русские, грубо говоря, условно, нету вот этой гапологруппы. Потому что определенность народа возникла в 19 веке. Ее не было как таковой раньше. Раньше народы смешивались как угодно. Там не было... Даже на понятие национальности и вообще национализм как в Европе, так и у нас возникает, ну, не знаю, не в 19-м, наверное, но все-таки раньше там. Но все равно это последние какие-то явления. До этого не было ничего такого. Вот возможно же ведь о чем говорить? Вот, например, ты употребляешь, допустим, термины, допустим, сколько было китайцев, сколько было кого-чего. А ведь было же не так. Были какие-то люди, которые имели источником, допустим, которые в себе носили эту группу, они не принадлежали никакому народу, они просто были люди. И просто эти люди живут на территории современной Японии. Так уж получилось, границы как-то провели, и получается, что как бы они японцы. Ну просто проведение границ и принадлежность к какой-то национальности. Это вещи как бы случайные. Раньше можно иначе провести, и тогда русскими станут там какие-то еще народные страны. И вообще, как вообще возникло самоосознание национальное? Это же ведь тоже вопрос. Как японцы стали понимать себя как японцы? Как русские стали себя осознавать как русские? Я тебе хочу сказать, что... Потому что они принадлежали к одному государству или к какой религии. Понимаешь? Современных японцев. К одному языку. Я еще раз повторяю. Современные японцы это смесь трех габлогуб О, С и Д с одной стороны. С другой стороны мы видим, что там вот это Р1А, Р1А1 и ее признаков нет. У жителей современных японцев, которые себя позиционируют так, вот у них признаков этого нет. То есть эти группы народа почему-то на Японию, на Китай и Монголию не двигались, а пошли почему-то массовым путем в Индию. И в Индии оказалось, что различные касты имеют принципиально иной набор генетического материала. Принципиально иной набор этих маркеров. И мы видим, что та, которая габлоглупа типична, типична, для русских, лесовов, или для евреев, или для кого-то еще, оказывается, что чем ее больше, тем у тебя выше социальный статус хасти. А чем у тебя ниже, то на самом деле... У тебя получается, что вот эти кшатри, они совсем другой народ. Да, кшатри это странно, что они вообще-то на иерархии твоей стоят одновременно с брахами. На второй, да. Они на второй стоят. Просто это воины, а те, как бы, одни власть держат, а другие власть духовную, а другие власть мирскую. Это одни и те же, одна и та же каста. Вот, вот. Нет, это каста дверназбная. Может быть, просто, может быть, брахманы, как люди, принадлежащие к религии, пришли, допустим, с территории современной России, да, и они принесли с собой религию. Такое же может быть. А кайфе что? Кшатри. Кшатри. Воины. Ну, так а в них 87% эрр-два? Да, эр-два, которые практически больше нигде не встречаются, только там еще в Тибете рядом, в Непаре, в смысле. А остальные, то почти есть. И больше ничего нет, да. Не, просто я к чему говорю, я не против, там, теории, там, каких-то завоеваний и прочее, просто мне кажется, из вот этих процентных соотношений можно построить совершенно различную историю. Она будет по-разному выглядеть. Понимаешь, можно построить историю следующую. Не было границ, не было народов, да, были какие-то синие, там, они непонятно как жили. Там, намешалось, намешалось, потом границы провели, и вдруг русскими стали такие-то, сякие-то и третьи. И можно говорить о том, что-то там намешалось. Что намешалось? Ну, границы провели. Это что-то изменило, что ли, с людьми? Ничего не изменило. То, что они себя считают русскими, но это, потому что они принадлежат к России, потому что они живут в государстве России. Ну, то есть, есть русские, которые считают себя поляками. Нет, вопрос не в этом. Вопрос состоит в том, что есть люди, которые являются носителем данных гопологруппы. Откуда они взялись, кто они такие? Ну, это же можно оправить. Иначе говоря, смотри, вот национальности и гопологруппы, они не взаимно однозначны. Как ты говоришь. Один называешься группой, и родины это... Ну, вот у русских они неоднозначны. Никак не называют. Это не так. Ну, хорошо, буду, но я называю их русскими, это тогда мой терминологический такой фокус. Я так буду называть. Просто это чревато, это вот чревато всякого рода выводами, то, что... Я родина, как ты любишь говорить о том, это чревато всякого рода выводами страны, что какой-то народ, другой народ насилует. Никто никого не насилует. А просто различным образом в истории одни народы объединены. Вот, допустим, ты как-то аккуратно обошел этот вопрос, как вот с татарами. Татаров никаких преобладающих гопологрупп нет. Нет. Да, и что это означает? Это не означает, что это какой-то народ, который насиловали справа вот это все окружающие народы. Да? А это просто означает, что их объединили просто случайно. Жили какие-то люди на этой территории, взяли эту территорию и обозвали извне. Сказали, это будут татары. И попали туда совершенно различные семьи. Совершенно различные гопологрупы. Точно так же многие народы таковы. Да, очень интересно посмотреть, кто еще к этим народам таким относится, к таким искусственным образовам, к которому нет донирующего генетического маркера. Ну, как ни странно, это современные итальянцы. Всего там, чего только не намешат. В том числе и Е-маркер гопологруппы, который показывает, что они не чужды были связи с Африкой таким образом. Другой такой пример современные греки. Это тоже народ, которому на большинстве большое количество различных генетических материалов и нет никакого доминирующего совсем. Ничего там не доминирует. Вот. Очень странный народ это немцы. У них, значит, в крови можно обнаружить несколько следов. Но об этом я скажу позже. Они больше похожи на единый народ, но не так. Теперь после того, как я отправился в Индию, вернемся обратно в Европу и попытаемся вспомнить, что такое группа А. Мы увидели, что группа А имеет свои следы и у русских, и у украинцев. Ее действительно очень много. А где же ее больше всего? А больше всего ее в Боснии и Герцеговине. У герцеговинцева достигает 80% у сербов, у хорватов. И то, что не является русским маркером, то является этим маркером Айт. У славянцев. Ну, можете сказать, ну, отлично, компактная группа русских и украинцев. По карпатам с ним взаимодействуют и обменяются генетическим материалом, потому что у хорватов мы имеем возможности это русского или генетического материала много, Соответственно, у русских его там порядка 16%. Но чудо состоит в том, что эта группа еще очень активно представлена на севере европейского континента. Она доминирует у датчан, она доминирует у норвежцев, она доминирует у шведов. И ее в какие-то следы, ее можно найти у финнов, тоже очень сильная. Что у нас рисуется картина? Опять же рисуется моя любимая картина завоевания. Почему? Потому что у тебя была сплошная полоса народа. какая-то какая-то на лесу и на доске. Ну, вот у нас там в Европе потому что вот ну, как-то она вот так устроена там. Просто круг бы нарисовал и все. Да. Но она как-то устроена. мы видим север Европы в котором вот эта Ай ее доминирует там Ай допустим. И мы видим что она вот здесь на Балканах доминирует то есть у нас два куска между этим она разрежена. И здесь любимая русская Р1 Р1 А1 вот она здесь у нас доминирует. Мы видим что эти два компонента Ай они как бы разрезаны на две части. Опять встает идея завоевания. таким образом что это был единый поток. и завоевали как бы Сибирь. И завоевали их своих не, не и высадились там и там высадились и завоевали территорию на которой находился Р1 А1 да Р1 А1 Да Да Они там у себя Р1 А1 прошлись. То есть они как нормандская высадка То есть они вот так отправились обогнули Гибралтар высадились на Балканах и там стало их много здесь. И там высадились. И не наоборот или поехали в Атанк они плюнули на Испанию на Францию Нет они там высадились но не смогли удержаться А там они по побережью высадились Нет вот здесь они не смогли побережь Нет они смогли но просто Италия не Испания Там удержать они не смогли Ты же сам говорил про итальянца там все намешано Там они тоже высадились А и компоненты там слаба Она есть она на Балканах и очень много урмы порядка 40% Вот она на Балканах на всех она намешана очень активно Она намешана активно у этих у словаков у чехов меньше она И вот у нас здесь получается Она есть у немцев Но ее относительно тоже немного Вот То есть ты это на малыш возраивание Нет Еще могу сказать Великое переселение народа Да Может быть это одна из гипотез А вторая гипотеза которая она здесь состоит Она состоит что у тебя жило спокойно в Европе с севера на юг жили люди с компонентой Аль Потом тебя свалили к восточной А куда тогда исчезли Аль посередине Куда она исчезла Перебили Интересная теория просто Интересная Везде у тебя было что женщин насиловали ассимирировали Все Перебили Пришли славянские народы А что пришли славянские народы и они эту компоненту Аль полностью истребили Нет ее осталось А ты же говоришь что нет ее У русских 16% У тех народов Тоже они есть У герцеговинцев порядка 70% Чтобы было завоевание Надо объяснять не таким способом что взяли всех и перебили Ты говоришь только что всех перебили Не все У тебя получается либо всех перебили либо вроде насиловали не донасиловали Не всех У тебя состоит что Как это интересная теория Область максимального арии компонента они как бы распределены на два участка На северный участок и на южный участок Посмотрим на географическую карту что это такое А эти земли непригодные для проживания С одной стороны это город Все Балканы Это горы по сути и Альпами С другой стороны это Швеция холодные земли Норвегия они способны для проживания Мы видим что скорее всего у нас действительно был перенос с Великой Восточной Только неправильно ты говоришь Надо говорить не так Потому что если ты прав теорию завоевания говоришь это говорит о том что эти народы которые были они были чисто равнивные они не лезли в горы потому что считали что в горах они почему-либо считали Ну им это неинтересно Почему-то неинтересно И потому что там нельзя было жить Там люди же жили Значит там жить можно было Почему-либо им неинтересно было лезть в горы Они были чисто равнивные Нацины В горах поэтому В горах и на севере тут на бастутных местах Вот эта самая Ая сохранилась высокой частотностью и с большим количеством Это некий заповедник вот этой нашей Габлогопы Ай То есть они ушли в горы просто И те до горы и седы А эти здесь Горы те не полезли А славянники потому что остановились посередине И здесь они как бы существовали Ну что их где они с кем они контактировали на западе А здесь мы вспоминаем что у нас есть еще одни графы Горгопы это уже имеют форму R1 B1 если там у нас было R1 A1 то это R1 B1 вот их тоже два типа как и здесь они тоже делились где он достигает максимальная концентрация максимальная концентрация она достигает у басков очень много и у испанцев очень много и у португальцев разумеется вразительство у всех знаний у бельгийцев очень много а что за народ например датчани а датчани как ни странно это смесь вот этой самой Ай про которую я только что рассказывал с кардинала балканской группой с этой самой баской гаплогруппой R1 B1 вот этой вот этой смесь и у шведов тоже так же стоит именно эта компонента больше всего представлена у немцев немцы это тоже такой странный народ это пожалуй единственный народ где R1 B1 смешано с каким-то образом в ситуации с R1 A то есть они наличствуют и то и то и то просто в тех народах где много русской гаплогруппы или их много в них всегда баская гаплогруппа отсутствует и наоборот у басков и испанцев у жителей пиренеев и у бельгийцев практически русская гаплогруппа тоже отсутствует то есть эти две два потока генетического материала народа между собой не смешиваются вот в чем дело очень интересный в этом смысле такой народ как норвежцы а у норвежцев если мы увидим что у шведов и датчан с барской компонентой а смешано то у норвежцев это самое а смешано с русской компонентой что тоже опять странно но тем не менее дело обстоит вот так почему странно потому что рядом близкий народ скандинавский шведский и шведский и датский я потом из этого вывода сделаю просто шведский и шведский некую фактичность рассказал я потом на основании этой фактичности пытаюсь какие-то выводы шведский и шведский и датский народ они как бы имеют имеют вот Илья достаточного материала рассказал чтобы на самом деле определенный народ выводы сделать сейчас сейчас мы их сделаем а намежцы живут рядом и имеют несколько другого там рядом может быть рядом это чисто на карту мы когда смотрим а там может быть это а перемещались по морю в смысле делены высокими горами если там что какое-то русско-влянец скорее всего оно шло вдоль океана а те двигались со стороны носа соответственно побережье Атлантики и просто это дело не перешли здесь есть большая проблема как ни странно маленькие народы типа и венкев и венов и тунгусов изучены с антической точки зрения очень хорошо а очень плохо изучены французы англичане ирландцы то ли потому что они обязаны объявлять что ничего пользуются кровь когда берут а здесь просто брали кровь и не спрашивают то ли еще но говорить например про французов англичан и этого в том их клинических карт пока они неизнесены это поразительно казалось богатый народ и тем не менее они не озаботились тем что по ней кто они такие есть на самом деле ну чего ну давайте еще закончим дело по поводу кавказа значит я по-моему я уже достаточно связанную картину рассказал главные направления где что теперь по поводу кавказа совет значит если мы имеем дело с чеченцами не пытайтесь никогда ухаживать за чеченской девушкой потому что это бесполезно потому что они типа того что дружат только внутри собственного круга у чеченцев есть тоже архаическая такая группа когда мы переходим к кавказу то у нас вот здесь две таких вот одна жепа вторая е2 вот у чеченцев например вот это составляет 22% а это составляет порядка 65% это один из самых в этом смысле по поводу неподвижности генетического материала какая-то взаимодействие с теми же русскими с их гафлокопой отсутствует полностью ее вообще нет потому что у них религия такая или традиция они полностью взаимодействия у них полностью отсутствуют это то самое составляющие человеческое это мы говорим что если нельзя их вести как кошкам потому что кошкам нельзя их свести понимаешь так то есть вот такова вещь значит кто их являются по ее ближайшими родственниками ну разумеется ангуши это аватс это азербайджан это абхазы и как ни странно грузии а по поводу же значит это первую очередь лингины это опять-таки осетины и это ну в общем-то как есть еще работе линзины азербайджанцы и чеченцы разделены кавказом да и тем не менее по ее 2 это 65 у чеченцев у грузинов его мало 20% ну мало да я понял это у кого ее это ее 2 есть но она у аварцев есть ее но ни где ни такой частоты как у чеченцев не бывает очень интересно посмотреть больше 50% ни у кого больше ни у кого только у чеченцев более 50% из этого списка ее 2 только у чеченцев то есть у всех народов кавказа нету более 50% нету вот это йод нету да жерд достаточно много осетина в области бывает но в чем она еще есть сильно интересная у них в отличие от чеченцев у них большая большая примесь 20% русской компоненты это в последнем месте определяется тем что осетины христиане в отличие от чеченцев которые может мы к выводам уже перейдем в общем практически материал-то есть выводы какие из этого можно сделать выводы ты можешь какие выводы сделать нет просто я готов сделать выводы пускай докладчики сделают выводы сделай выводы просто речь идет о том что финанс за последние 10-15 лет появился новый мощный инструмент исследования этнокультурных всевозможных процессов мы можем проверять насколько всевозможные исторические гипотезы верны или не верны при помощи специального рода исследований которые имеют отношение в первую очередь к генетике и в первую очередь операции с Y-хомосомой для нас как бы для нас это очень интересно знаете почему с философской точки зрения потому что я утверждаю что при взятии новых методов исследований она должна в корне менять представление науки о своем материале но у нас этого не происходит это все есть это не широко афишируется из этого выводов никаких не делается вот например большое количество данных они здесь просто на пуске сигналиваются под все вот эти факты ну что сообщество как таковое все желающие могут зайти и посмотреть на это дело на значит направ слово генофонд и скачать соответствующую генофонд есть специальный сайт и там есть такая табличка да и посмотреть а что касается североамериканцев там нет ничего североамериканцев французы французов и англичан и вранцев отсутствуют отсутствуют да как ни странно может быть их просто обязаны по их законам не информировать что вы делаете они отказываются а здесь берут и никого их не спрашивают ну ладно это уже на самом деле вопросы технических может потом за пределами семинаров можно выяснить вопросом все-таки семинар мы пытаемся сделать методологический но еще важно сделать какие-то выводы методологические собственно о чем просто с методологической стороны хочу маленькую критику развернуть насколько она мне сейчас видится в чем состоит собственно критика все с чего начало рассуждение что в принципе допустим он выделяет какую-то гопологруппу и почему-то эта гопологруппа выделяет не только в пространстве гигиенетическое но и в пространстве реально где-то на карте существует условно говоря такая гопологруппа как А1 Р1 А1 Р2 правильно? Р1 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 Р2 Р1 Р2 Р1 Р1 Р2 Р1 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 и остались и начали здесь жить, здесь начали жить, здесь начали жить и здесь начали жить. И вот таким образом эта группа гопологруппа распространилась. Эту теорию можно сейчас условно назвать теорией завоевания. И через тире назвать теорией сексуального носителя. Одних носителей гопологрупп, других носителей гопологрупп. Причем, если мы заметим по ходу рассказа Игоря, то всегда возникал вопрос странный. Получалось, что когда они выдвигались на эту территорию, то либо народ, который здесь жил, полностью уничтожался, потому что не находилось следов, или очень мало находилось. Но мало находилось в том смысле, что всегда же есть какие-то пограничные здесь участки. И понятно, что здесь всегда есть какие-то ассимиляции. Либо на самом деле вообще. Получалось так, что вроде завоевания считается, что было, а народ как жил предыдущий, так и остался. Иначе говоря, вот эта вот теория, при которой какой-то народ, внедрялся в другой народ и что-то там изменил, она просто не состоит. Почему? Потому что либо этот народ полностью становился один-нер-один, то есть он и либо полностью устремлялся, либо на самом деле с ним ничего не происходило. А он как жил там, так и жил. То есть на чем основана эта теория? Теория, получается, экстремистская теория. Мы прекрасно понимаем, что из тех войн, которые мы знаем, что никакое, что на войне очень редко случается. Это просто невыгодно. Влад, ты вообще немножко историю войн-то вообще читал, изучал? Изучал историю война. Вот я тебе могу сказать, что по войнам последних 300 лет сексуальное насилие на войне происходит очень часто. Почему не сексуальное насилие? Стас, вы видите, ты еще сексуально озабочишься? Я про сексуальное насилие еще не сказал? Я сказал про то, что мне вообще эта тема сексуального насилия не интересна. Я сказал про то, что приходил сюда завоевать, либо этот народ как был со своей гопологруппой, так и оставался, либо вместо него, как в теории вашей, возникала новая гопологруппа, а этот народ куда исчез? Полностью истребился? Ну, получается так, что нет предыдущей гопологруппы, которая там жила, она полностью истреблена. Хоть у нас у меня такой пример был. Ну, пример с Европы, когда ее на дуэ разделили. Ну, так все равно Ай везде есть. Ай при этом осталось. Еще раз говорю, Ай, ты сам, я тебе спрашивал, ты, во-первых, сказал, что Ай не осталось, а во-вторых, ты говоришь, что Ай не осталось. Если там она чуть-чуть осталась... Просто чистота ее осталась гораздо меньше, чем у боснийца, ну, хорошо, ты сказал так, что сначала ты сказал вообще, что она исчезла, потом сказал, что чистота маленькая, это просто означает, что она, естественно, пограничная. Да, не менее, у Ай немцев, у посередине у Ай немцев. Ладно, давайте я сначала свою теорию расскажу, просто действительно, я опираюсь на то, что ты сказал, понимаешь? Если это не так, то это надо просто будет брать отдельные исследования. Вопрос следующий свет, что либо здесь живет точно такое же А1Р1, либо как бы, несмотря на завоевание, как и были здесь люди и жили со своей группой, так они с ней и продолжают жить. Это странная же крайность, правильно? А должно было бы как, по идее, быть? Какой-то наполовину, ну там, какая-то доляка как-то все должно быть, как обычно бывает. Ну и так и бывает? Да. Еще раз скажу, ну не так, ребята, не так. А что же это не так-то, расскажи мне? Римские на месте управляют проекты. Подождите, 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 не давайте не спалить все в голову. Как всегда, ну подождите. Про Сесинов же рассказывал тебе. Ужас такой, блин. Я пытаюсь мысль высказать, понимаешь, что он на основе твоего же личного доклада. Ну я тебе про Сесинов, 5 минут назад рассказывал. И что про Сесинов там будет? Ты про завоевание там ничего не рассказывал. Я говорю про завоевание, про теорию твоих завоеваний. Моя теория состоит в следующем. Вот это была теория завоевания. Теория завоевания, которую Игорь оставил. Не знаю, соответствует она там. Как он рассказывал, так я и рассказывал. Вообще-то я критикую то, что он рассказывал. Если она не соответствует этому, я не изучал эту теорию. Мне надо ее изучать и отдельно тогда докладил. Вот это теория завоевания. Теперь я расскажу теорию другую. А другая теория состоит в следующем. Что на всей территории, где сейчас находятся Копологруппы, допустим, А1Р1 и А1Р. И как жили раньше, так и сейчас живут. Здесь жили-живут, здесь жили-живут, здесь жили-живут. И здесь жили-живут. И независимо ни от каких войн, независимо ни от чего. Как они жили, так и живут. И все это объясняется простым образом. Не то, что никто никого не захватывал. Так оно и было. Почему? Почему я могу такой вывод сделать? Подожди, ты послушай, дослушай меня. Ты же мыслитель. Дослушай, сядь и дослушай сначала. А потом уже будешь мне вопросы задавать. Про то, что кто-то кого-то там насиловал. Может, это ваша любимая тема, что завоеватели все везде насилены. Я вот пытаюсь рассказать, что это не так. Ты, по-моему, как раз его акцентируешься на этом. Дальше, дальше, завод. Почему? Там, где сейчас эти гопологруппы есть, там они всегда и были. И, конечно же, на самом деле так может быть, где-то там что-то смешивал всегда. Потому что, я потом объясню, почему, как бы, что-то смешивалось или нет. А пока я расскажу просто теорию, как оно было. Вот они всегда так жили. Почему это можно утверждать на основе предыдущей теории? Потому что у нас либо было, что на этой территории эта гопологруппа всегда была, и дозами они после. Либо, как бы, предполагается, что была одна, и полностью уничтожена, и стала другая. Поэтому проще предположить, что так всегда было, что это всегда ареалы расселения, там, например, в период великого переселения народа. Ареалы все как смогли, так расселились. Они, допустим, были чисто равнинными народами, и они не пошли в горы просто. В горах остались другие люди, они их трогать не стали. Просто расселились там, где хотели расселиться. Они были равнинные народы. Почему? Допустим, в горах обычно преобладает, допустим, скотоводство, там, а в этих, а на равнынах преобладает земледелие. Они были просто земледелие. То есть расселились там, где им было удобно. То есть не было никаких западничек ходит? Западничек ходит в том смысле, что были какие-то насилия, один народ, другой захватили, всех женщин износировали, и изменили гопологруппу, такого не было. А просто есть естественный способ, естественное, как это называется, распространение людей. Просто это, во-первых, почему я говорю, естественно, распространение. Представьте, что была земля пустая. И люди просто естественным образом расселялись куда хотели. Потому что, когда мы говорим о завоевании, предполагается, что на земле уже жили люди где-то. А представьте, что земля просто достаточно пустая и пустынная. И вот есть какая-то группа людей, она везде расселяется. Где им удобно, там они расселяются. Есть другая группа людей, где им удобно они расселяются. Есть третья группа людей. Пока они не сталкиваются, у них интересы. Почему? Ну, потому что земли много. Ну, где хочешь, там расселяются. Там, допустим, надоело, там они тусоваться в одном месте, ну, в другое место переживают. эти пришли в третье. Ну, какое-то хаотическое распределение, расселение народов. Понимаешь? Пока земля пустая. Но... Ну, в этой теории пока земля пустая. Теперь вторая ситуация. Было расселение, народу было мало, земли было много, расселялись, расселились. Теперь возникает вот эта вот ситуация наша. Когда уже все, в принципе, злачные места, рыбные места уже расселены, и фактически население прибывает, да, и теперь можно только уже воевать, либо как бы вытеснять. Но! Ну, в этом воевании-вытеснении уже эти глопологрупы там находятся, где они находятся. И войны фактически ничего не изменяют. То есть, допустим, вот тут какая-нибудь и находится глопологрупа. То есть, война что происходит? Эти народы, может быть, как-то и общаются с каким-то там противостоянием, но тем не менее, глопологрупы их не смешиваются, как показывают. Он показывал про Басков, по-моему, ты говорил, что они там с кем-то не смешиваются, еще кто-то там с кем-то не смешивался. То есть, на самом деле, народы, так уж я не знаю, почему-то устроено, что они смешиваются только на границах, да, как-то. То, что называется, как вот есть, как бравоновское движение, да, какая-то ассимиляция происходит. А так народы, ведь, если думается народ, вообще понятие, если брать его, оно является понятием, ну, тысячелетиям, наверное. Так как? Мы же не говорим о народе, если ему там 20 лет, да? Мы говорим о народах, если ему там хотя бы тысяча лет. То есть, народы находили его, как уж жили в какой-то глопологруппе тысячелет. Возможно, только в том случае, если действительно эта территория, они, несмотря на все пертурбации, которые с ним случаются, они оставались самим собой. То есть, иначе говоря, после того, как расселение произошло, никто ни с кем не смешивался, а просто как бы возникали вот экономические и прочие зависимости, да? И поэтому, если и было монгольское завоевание, то оно почему не повлияло на генофонды? Потому что земля уже была расселена, и никакой ассимиляции не было. Если и были отдельные, условно говоря, ассимиляции насилия, то они просто составили огромного народа, они просто не имели того характера статистического, да? То есть, они не вызвали никакого изменения генофонда этого народа. Это первое завещание. А второе завещание связано с самим пониманием того, что такое народ. Вот мы тут, я тут говорил о курсе глопологруппах специально, а вообще говоря, есть понятие народа. Что такое народ? Народ, вообще говоря, прикреплен территорией. Потому что никто не знал, что такое генофонд. Что такое народ? Народ прикреплен, во-первых, в территорию, но не только прикрепление, а в территорию, да? Второе прикрепление к языку. Третье к традиции. По традиции я имею в виду и культуру, религию, традиции. Культура, религия, да? И так уж получилось, на самом деле, что многие народы, которые по генофону, ну они жили рядом, по генофону разные были, всего, ну как бы, влияние друг на другу, вот жили два генофонда, допустим, там, И, а тут Р1, А1, Р1 или Р1, Р1, А1. Они оба, допустим, христиане, они там у одни традиции, язык один. И в каком-то смысле они просто, и самосознание у них возникает из чего-то и какого-то единства. Они на самом деле имеют разный гопологруппу, но поскольку они объединены культурно, поскольку у них вот эти традиции общие, язык общая, история общая, фактически, живут рядом, то в некотором смысле они чувствуют общество и называют себя одним народом. Хотя на самом деле, генетически, они просто разные народы. Естественно, поскольку они один народ, они естественно смешиваются. Но только это смешение происходит уже после того, как народы расселились, как я говорил. То есть, иначе говоря, все вот эти вещи, которые рассказывают, можно объяснить, не использовать теорию Завуевания. А можно просто объяснить естественным способом. Чтем, можно я вам разобраться? Дело в том, что, как ты говоришь, расселились, да? На мой взгляд, не может быть такой ситуации, когда, допустим, здесь какая-то, ну, условно говоря, где-то есть какая-то, где-то есть какая-то группа, ну, скажем, там, не знаю, какая-то, R1, да? И здесь там, вот ее очаг, условно говоря, здесь. Потом там через тысячу километров, так сказать, она же есть. И еще там, через, в другом направлении, через тысячу километров она же, R1. Потому что если бы это происходило в глубокой древности путем естественного расселения, то по мере, вот он, вот они пошли сюда расселяться, да? По мере расселения они бы просто распылялись, вот кто-то остался бы, так сказать, вот где-то здесь, кто-то остался бы где-то здесь. Они бы все там с окрестными народами, как... Еще раз говорю, понятие народ вторично, оно по всей территории. А на гапологруппах, а не о народах. А гапологруппах. Ну, вот допустим, два человека с различной гапологруппой, оба русские, говорят на русском языке, оба христианина. Как ты их отличишь? Да нет, просто вот эти... Они оба русские. Вы хочешь сказать, что чистотость будет непонятно спадать? Да, конечно. Да не будет спадать. У фактического расселения невозможно трансляция больших групп, больших концентраций какой-то... А почему трансляция? Это означает, что ты не понял, о чем я говорю. Ты не понял. Ты же не понял, о чем я говорю. Предположение о том, что существовало в теории это, предполагается, что есть локальная группа, которая расселялась. А я говорю о том, что это возможно предположение, только когда земля была пустая. Земля была пустая, она расселялась. А когда земля была заполнена, она уже была заполнена. Она уже была заполнена. Как на тысячах километров эти каплые группы оказались в Польшу? Ну каким образом? Взял еще человек и пошел. Захотел, но попали. Ну он пошел. Они не стали. Закон жертвы. Почему они не стали? Влад, есть же законы. Рассеиваться по пути своим стали бы рассеивать. Почему? Потому что родственники делятся. Ты живешь в квартире своего отца, своего матери. А до этого держишь своих родственников. То есть твои, условно говоря, дети, если они будут, они тоже будут держаться тебя и как-то жить в том же городе, в котором ты живешь. А может не будут. Кто-то держится в семье. Раньше семейственность имела огромное значение. Жили несколькими поколениями в семье. Семьи бы не рвались. Одна семья. Почему не рвались? Но ты психологию неправильно понимаешь. Есть разные вещи. Допустим, поссорился с сын, с отцом. Сын взял это, бросился и уехал на тысячи километров. Почему нет? Словно говоря, один сын уехал бы на тысячу, а другой на сто, на двести, на триста. Понимаешь? Это броска белого растения, а не так, что получается трансляция на тысячу километров, так сказать, такой большой концентрации. Что значит растения? Это же люди. Это же тебе не частицы. Люди живут, держатся друг друга вместе. Люди живут коллективами. Они не живут растениями. А ведь кусочек этого коллектива на ста километров, на ста километров его отошел? Еще. Вот, вот, отошел, вот, вот, жила здесь какая-то семья А. Отошли сюда семья А1. Здесь начал распространяться, здесь начал распространяться. Вши. Ну, начала расти семья. Потом отсюда отключился и сущий, а еще здесь начал распространяться. И так далее. Ну, что непонятно-то? Просто каждый раз новые центры концентрации семей, коллективов. Вначале семей было много, они могли где угодно. Одним понравилось, поехали в Грецию жить, другим понравилось, поехали жить в Индию. Понимаешь? Судьба как забрасывает. Какой-нибудь корабль потерпел крушение неизвестных островов, понимаешь? Там сто матросов было, понимаешь? Нет вопросов. Типа, весь побережье стало потом, типа, этой группой постепенно. Они жили в компактной группе, построили там, условно говоря, там остров, там, или там, город, и там жили. И так далее. Судьба непредсказуемая, это первый вопрос. А второй вопрос ведь связан с тем, что ты сразу, ты вот все к народу апеллируешь. Ну, народ, вот, он уже, это территориальное образование. Там уже вот эти вкрапления везде были. И русскими себя называют. Непонятно кто. Вот эта вот куча этих вкраплений, они и назывались и русскими. Хотя они никакого отношения не имеют. Они по генетическому материалу. Я хотел сказать, что вот если у тебя есть в одном месте, ну, какая-нибудь, например, один, да, и, словно говоря, на большом расстоянии тоже, ну, семья уехала, очаг, R1, то вот здесь должен быть некий такой шлейф, да? Почему? Ну, семья уехала, ну, я вообще-то не понимаю. Какой-то, ну, Стас, ну, это же не собачки, не чечнисты. Если у тебя уехал, и там размножилось. Конечно. Вот есть, например, такое предание у татаров, что... Игорь, а давно где это галпы, эти галпы группы из-за блеек? Ханн-Спарук увел часть волжских бульгар в Болгарию, образовал Болгарию. Как появилось это представление об Углении? А таких ханн-фоспаруков было столько, сколько же народов, понимаешь? Один увел в одну сторону, другой увел в третью сторону. Люди пошли что-нибудь завоевывать, пришли, допустим, куда-нибудь в завоевание, и остались там. Понимаешь, понравилось это, там, люди до, там, оказались соседи, там, нормальные, там, места плодородные, там. А когда он сюда вел, там, половина разбежаться должна была. Ну, у тебя же представление о людях, что это быдло. Люди держатся людей, это сейчас можно было где-то разбежаться. Да раньше все было достаточно жестко, все эти структуры родственные. Вот ты никогда, подожди, ты никогда не задумывался о том, на самом деле, почему, вот мы сейчас этого не знаем, почему так разветвлена родственная структура, там, сватья, там, кто там сват, брат, двоюродный брат, троюродный и так далее. Раньше это знали на зубов, кто кому как приводится. Это очень важно было в структуре целого, где ты находишься и как ты связан, вот с тем, с тем, с тем и с тем. Снежек, не трясаю. Нет, а сейчас это несущественно, потому что вот сейчас мы распылились, как вот действительно атомы. Мы атомистические люди стали, да, мы уже не знаем, сколько исток. А распылились не от деревьев? Понимаешь? Просто, ну, я вам говорю, там, вот так вот, заходишь в отбор, и он тебе обязательно родственник. Такой или сейкой, просто родственник делал, просто по определению. Там просто надо посчитать, полистать там, кто кому как приходится. Понимаешь? Просто раньше жили вот такими коллективами родственников. И только города, ну, города, как в центре притяжения, вот ты говоришь, как расселялись. Вот были города. Торговля заставляла людей собираться на каком-то торговом месте с разных концов. Вот с разных концов. Там немцы едут, везут свой мусор. Там, допустим, там и венки везут свой мусор. Русские свой мусор везут, они съездили, на рыночной площади сошлись и торгуют. Этот центр торговли постепенно разрастается. Подожди, послушайте. Вы обвинялись? Нет, ну это у вас там. У вас там, конечно, они... Конечно же, они с вами с сексом занимали. У вас же только друг один разговор. Это понимание у вас генетики на уровне кто кого там это и насиловал. А у меня понимание вот нормальное, да. Вот на месте этого торгового центра, который был на перепуте путей, как правило, каких-нибудь там торговых, да, или там, допустим, на важных каких-нибудь местах, допустим, по побережью там и так далее. Ну, в удобных местах. Образовывались города, и эти города по определению изначально по своей структуре образования были интернациональными. И эти интернациональные города вот порождали, они же сначала росли сами, а потом начинали притягивать... Чуть потиху столько, ну... Притягивать со всех концов людей. Понимаешь? Вот как на самом-то деле история двигается, а не какими-то там примитивными пониманиями того, что кто-то кого-то завоевал. Кто-то кого-то завоевал, там, и мужчины, конечно же, им больше делать ничего, они бы завоевывали все. Свои-то женщины нет! Надо, конечно, прибежать какую-нибудь, увидеть страшную женщину, там, немецкую, венскую или другую, да. Там на него посмотришь, а на человека-то не похожего. Ну нет, ну им же самое главное было дырку-то найти и свое дело совершить. Это самое главное в жизни было. Чтобы оставить, так сказать, генетически, чтобы Игорь потом смог рассказать, как завоевание двигалось. А на самом деле, хватает своих женщин, людей, понимаешь, у каждого народа. Игорь, а когда эти гантл-группы были? Практически сразу до перелись, как перелись. Когда вы появились? Ну, так сказать. Сначала не было, но... Можно сказать, что были по мертвенному ДНК, были на мельском премии, дали году так восхищать. Четыре минуты, Игорь. Давай, скажи последнее слово, что я не прав и захочешь. То есть, дали в 85-м году, в 95-м. Игорь, давай скажи, что я не прав. Я не знаю точно. Ну, понятно, да, картина, значит, общая. Общая картина состоит, что у нас в руках появился новый эффективный метод исследования социальных, исторических и популяционных процессов. Я когда-нибудь беру силами и что-нибудь изучу по поводу метроэнеральной ДНК. То есть, не только наследование по мальчикам, но и наследование по девочкам. И я думаю, что результаты будут... То есть, отряды женщин, как бы, ушли в другие, какие-то другие, и насиловали там мужчин. Да? У тебя такой будет. А отряды Амазонок такие. Примерно так оно и было. Ну, у тебя же так. У вас же самое главное, на самом деле, что до секса довести? Это же самое главное, что там. Секс это самое главное в жизни. И больше ничего не занимались, но никак что случилось. Ну, конечно. Слово секс, ты в тайну же раз в двадцать. Я просто... Потому что мне это прикольно. Потому что в этом теории все состоят. Да. То есть, вот... Когда на этом теории базируются, это и смешно же еще. Очень важно. Это очень важно, что при помощи генетики мы можем многое что понять. И нам, как, скажем так, диким, неопознанным философам, это все очень интересно. Я всех призываю к изучению, к смотрению этих таблиц. Мы можем много нового узнать, открыть самого себя. Узнать о себе, о своих предках и ничего интересного. Вообще говорю, я призываю в этом смысле всех интересоваться новыми методами, скажем так, исследований в области истории. Спасибо за внимание. А как сайт называется? Генофонда. Генофон? Генофонда. Фонда? Фонда. 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 Продолжение следует...